Перед началом хочу подвести мини-отчёт о закрытом марафоне по ставкам, цель которого поднять с 500 рублей 5000. Мы уже удвоили стартовый депозит и теперь играем на выигранные деньги, ничем не рискуя. Сейчас из-за карантина многие лишились дохода, поэтому поднять пару-тройку лишних тысяч будет очень кстати. А риска нет вообще, ведь главная фишка марафона, помимо того, что он абсолютно бесплатный, так это то, что в случае, если вдруг мои прогнозы не зайдут и люди уйдут в минус, то я обязуюсь каждому участнику вернуть проигранные деньги. Но сразу предупреждаю, это работает только в том случае, если вы будете следовать моим прогнозам. Нельзя просто закинуть пятихат и начать ставить самому на всё подряд, ибо это уже очевидно будет не моя вина. Приветствую самоизолирующихся, вы на канале Межарк. Судя по названию, вы уже поняли, что это будет гайд на Custom Hero Chaos. Почему не дота? А потому что дота сама по себе, как игра в данный момент, неиграбельна. Из-за комьюнити. А вот в Custom Hero Chaos у вас нет команды и зависит только от вас рандома, что в принципе более приемлемо, чем команда. Ролик поделён на категории, поэтому если тебе неинтересно слушать про билды, то в закреплённом комментарии будут тайминги. Переключайся на то, что тебе интересно. Ну и не забывай ставить лайки и подписываться на канал, чтобы контента стало ещё больше. Начнём с билдов, коих я лично в этой игре могу выделить для себя 4. Возможно кто-то считает, что их меньше, возможно кто-то считает, что больше. Но я для себя выделил 4. Давайте по порядку о каждом из билдов. Первый это классика, физ урон. В принципе довольно стандартный билд, имеет свои сильные и слабые стороны, которые проявляются в зависимости от скиллов, которые вам нападали. В этом билде она зачастую интересует персонажа с основным атрибутом ловкость, которые имеют при этом хороший прирост всех атрибутов. Из таких я могу выделить Террор Блейда, Медузу, Мирану, Манки Кинга, Морфа, Гирокоптера и Вингу. Эти герои обладают самыми большими приростами ловкости в игре. Но есть также герои-исключения, у которых есть шанс наролять свой скилл и дефать крипов наравне с остальными агильщиками. Из таких одним из самых сильных является Дум, из-за возможности найти Инфернал Блейд, с помощью которого очень просто убивать Рошана. И конечно же из-за таланта на 25 уровне на 175 урона со сплэша. Этот талант нереально сильный и с ним не может сравниться ни один сплэш в игре. Разве что если на Фантомке найти сплэш Свена с талантом и БФом. Еще один такой герой это Спектра. Тут все просто. Нам нужна дисперсия, которая в принципе и на других героях неплохо работает. Но у Спектры есть талант, который бафает ее на целых 6%. Сразу оговорюсь. Я говорю только про то, что считаю более эффективным. Если вы так не считаете, то напишите ваше мнение в комментариях. И последнее по эффективности это дробка. Из-за возможности найти свою ульту. Ну и конечно же из-за таланта на 40% кулдауна, о котором мы поговорим чуть-чуть попозже. Лучшие скиллы, которые можно наролять это Сплэш, Сплэшшот, Криты Фантомки, Форма ДК, Антачибл, Фист Гули, Баш Слардара и Лакишот. Второй билд это магия. Многие считают магов самыми сильными в этой кастомке. Я соглашусь с этим утверждением, но с одним но. Для этого нужно наролять слишком много скиллов. Лучшие герои из магов те, у которых конечно же самый большой прирост интеллекта. Ибо Скайстав увеличивает силу вашей магии в зависимости от вашего интеллекта. Из таких у нас Дазл, который кроме этого имеет повышенный шанс найти Б Джуджу, Инвокер, Лич, Лина, Фурион, Оракл, ОД, Скаймах, Шторм, Виверна и Верка. Но по сути из всех их можно выделить всего несколько. А все из-за того, что таланты тоже имеют очень большой вес. И в сухом остатке мы имеем только Верку, Дазла, Лича, Фуриона и Инвокера, которые сильнее остальных выделяются по всем фронтам. Лучшие скиллы, которые вы можете наролять это Мультикаст, Б Джужу, Untouchable или Арм. На таком герое как Лич вообще можно брать стабильный топ 1-2. Просто благодаря одному Чайнику, который с талантом на 25 уровне имеет бесконечный отскок. Билд третий. Сумонеры. Этот билд не имеет строгих рамок по персонажу, но все же есть два безусловных лидера. И один сомнительный. Фурион и Виномансер являются лидерами просто потому, что каждый имеет таланты, которые бафают сумоны в 2 раза у Фуриона и в 3 раза у Виномансера. Что вкупе с короной дает нехилый такой прирост по сравнению с другими героями. Ну и конечно же не забывать, что у Фуриона огромный прирост интеллекта. А значит урона у наших сумонов будет еще больше. Лучшие скиллы это опять же Б Джужа, Змейки Веника, Пеньги и Спруты для спавна самих пеньков. Четвертый билд самый неоднозначный и многими не особо признаваемый. Это Танки, считая его по праву одним из самых сильных билдов, но для его реализации нужно, чтобы сошлись все карты. Тут нас интересуют всего 4 героя, которые раскрывают весь потенциал этого билда. СФ, Дровка, Бристаллбек и Спектра. Спектра понятно почему, из доната на Дисперсию. А вот СФ и Дровка в свою очередь из-за самого большого КДРа в игре. Скиллы, которые нам в идеале найти, опять же Б Джужа, которая вообще является тир-1 скиллом. Ульта Баддона, Реинкарнация, Дисперсия, Ульт Урсы, Крест Дазла, Энчер Смэш Тайтхантера и Буль Варк. Бристаллбек это отдельная история. Этот герой силен тупо со своими скиллами и каким-нибудь мультикастом или Б Джужей. Крипован может дефать долго и дуэль ему проиграть сложно. Теперь перейдем к скиллам, которые просто сильные, вне зависимости от билда, на котором вы играете. Эти скиллы нужно брать в 95% случаев. Первый скилл, как вы могли уже догадаться, это Б Джужу. Но нельзя отказаться от кнопки, которая уменьшает все кулдауны на 50%, а также снижает армор за каждое использование скилла. Ну и конечно же не стоит забывать про Аганим, который еще больше усиливает этот скилл. На втором месте Реарм, который я тоже считаю имбой. Но тут уже сложнее, ибо для полной реализации Реарма нужно найти что-нибудь сильное, по типу Стрелы Потмы или Дыва Вородува. Ну и на третьем месте Мультикаст, который силен как на магах, так и на остальных билдах. И не ультовые скиллы. Это Инфернал Блейд, Сифон, Любой Сплэш, Барш Слардара и Лакишот, как две самых сильных имба пассивки в игре. Стоит помнить, что одна из самых сложных целей в игре это Рошан, и проще всего его конечно же убить Сифоном и Инфернал Блейдом. Но если вы вдруг не нашли этих скиллов, то стоит с самого начала игры закупать смоки, для того чтобы бегать и ждать пока Рошанна стакает урон. А когда урона будет достаточно, а это обычно около 35-40 стиков берсерка, мы просто нажимаем Blood Mail и теряем один Аегис. Обычно одного Аегиса хватает, чтобы убить Рошана, но вам лучше следить за тем, сколько у него урона, и примерно рассчитывать ваши шансы. Теперь перейдем к предметам, которые вам очень помогут. Первый такой это Блейд Мейл. Вообще не важно на ком и в какой ситуации, одно из первых шмоток в игре стоит приобрести именно его, по нескольким причинам. Первая из них это дуэли. С ранним Блейд Мейлом почти все файты будут за вами. Вторая причина это деф-крипов. Ну и третья конечно же Рошан. Потому что сыграв в около 75 игр, я заметил, что именно на Рошане отлетает большинство игроков. Поговорим еще о Короне, которая дает 74 ко всем атрибутам. Многие покупают книжки на свой стат, но иногда намного выгоднее купить именно Корону, даже когда ты не суммонер. Ибо за те же деньги вы получаете всего 100 статов с книжек, а вот предмет дает 222 стата в субе. Держите это всегда в уме. Ну и конечно же у Короны есть один минус. В отличие от книжек она занимает слот. Ну и абсолютно любой вопрос, который вас интересует, вы можете задать в комментариях. Или на стримах, которые проходят довольно часто вечером. Я обязательно отвечу на все ваши вопросы. Всем удачи и хорошей игры.